Добрый день! Вас приветствует Дворец детского и юношеского творчества Выборгского района Санкт-Петербурга. Меня зовут Мушкова Наталья Евгеньевна, я заместитель директора по информационно-методической работе. И сегодня с нами моя коллега Татьяна Юрьевна Кузнецова, методист и кандидат в педагогических и социологических наук. Здравствуйте! Мы приветствуем вас из мобильной студии Дворца Выборгского района на семинаре презентации в рамках курса повышения квалификации для руководителей структурных подразделений. Тема нашего семинара – это управленческие аспекты организации внутренней системы оценки качества образовательной деятельности. И в рамках этой большой всеобъемлющей темы мы построим разговор сегодня следующим образом. Во-первых, обсудим нормативно-правовые вопросы оценивания качества образования в системе дополнительного образования вместе с Татьяной Юрьевной Кузнецовой и опираясь на материалы Всероссийского центра художественного творчества. Попробуем разобраться во всех тонкостях нормативно-правового характера, скажем так. Вторая часть будет посвящена различным цифровым инструментам оценивания качества образовательного процесса. Мы рассмотрим инструменты, которые были разработаны для руководителей структурных подразделений и педагогов, помощь вот в этом процессе. Разберем конкретные практики и постараемся обсудить алгоритм работы руководителя, алгоритм взаимодействия с педагогами, с руководителями вышестоящего уровня, так, чтобы в этих процессах у нас не оставалось слепых пятен. И третья часть будет посвящена обратной связи и инструкции к выполнению практического задания, которое всех нас ждет. Ну что ж, это вот краткий обзор предстоящей нашей работы. И сегодня мы с Татьяной Юрьевной приглашаем вас в диалогу. Поскольку в нашей практике не будет никаких догм, мы хотим предложить на ваш экспертный суд, наверное, так, наши инструменты, которые были разработаны для руководителей. Вы можете с ними согласиться, можете поспорить, можете адаптировать эти инструменты для своей работы в этом направлении, либо разработать все свои собственные, посмотрев вот уже на те, которые есть в опыте. Ну что ж, я тогда предлагаю переходить непосредственно к нашей работе. Итак, давайте начнем с нормативно-правовых вопросов. Оценка качества в настоящее время осуществляется в отношении абсолютно всех уровней образования. Такой подвид образования, как дополнительное образование детей и взрослых, определяется прежде всего характером своей деятельности, а именно реализация дополнительных общеобразовательных программ. И закон об образовании четко определяет типы таких организаций, но для двух из них, это первые два квадратика на слайде, которые вы видите, организация доп. образования и организация дополнительного профессионального образования, реализация дополнительных программ является основным видом деятельности. А для остальных организаций на слайде такая деятельность является, они реализуют дополнительные программы наряду с основными. Дополнительное образование детей и взрослых всегда вызывает много вопросов в отношении оценивания качества. Прежде всего, это определяется особенностью дополнительного образования. В чем же она заключается? Прежде всего, это то, что в отношении доп. образования отсутствуют какие-либо федеральные государственные стандарты и федеральные государственные требования. А соответственно, мы не можем установить соответствие уровня подготовки учащихся каким-либо требованием. И вторая особенность дополнительного образования, которая влияет на оценивание качества, это его вариативность, которая определяется разнообразием содержания самих программ. Потому что содержание программ определяется только рамками направленности. А все остальное, что содержится в программе, и оценочные материалы, и этапы, и сроки оценки, все это отдается на свободное формирование программы. Поэтому по определению, которое дает нам закон об образовании в Российской Федерации в отношении качества образования, в отношении дополнительного образования, нас касается только вторая часть определения. Потому что у дополнительного образования нет задачи на законодательном уровне оценить уровень подготовки учащихся. Что касается независимой оценки качества, то она включает в себя два момента. Это независимая оценка качества подготовки обучающихся и независимая оценка качества условий осуществления образовательной деятельности. И, соответственно, как мы уже разобрались чуть раньше, подготовка учащихся оценить в дополнительном образовании на законодательном уровне не представляется возможным. Вернее, это возможно, но это не предусмотрено. Поэтому в отношении дополнительного образования это не реализуется. А вот независимую оценку качества условий мы оцениваем по критериям, которые закреплены законодательно. И это приказ 114 об утверждении таких показателей, которые вы видите сейчас на слайде. Это те пять критериев независимой оценки условий осуществления образовательной деятельности, которые касаются всех образовательных организаций. Эти показатели в обязательном порядке включаются в анкету получателей образовательных услуг. Но помимо того, что мы оцениваем удовлетворенность самих заказчиков, эти же критерии мы можем еще и оценить благодаря тем, что часть из них закреплены также в законодательных актах. Например, несколько документов, которые вы видите сейчас на слайде, они определяют требования к информационной открытости образовательной организации. Это все те документы, которые определяют наличие информации об образовательной организации, которая должна быть на сайте, а также структуру сайта организации. Соответственно, то, что касается еще дополнительного образования, в первую очередь в оценивании качества, то, что все дополнительные программы и аннотации к ним, и рабочие программы должны быть выложены на сайте образовательной организации. Что касается комфортности условий, в которых осуществляется образовательная деятельность, то это регламентируется приказом 41-м о утверждении санитарно-эпидемиологических требований. Это тоже все наверняка знакомы с этим распоряжением, и с 2014 года эти требования не менялись. Также существует ряд документов, которые регламентируют требования к педагогическим кадрам. Это и профессиональный стандарт, и квалификационные характеристики, и порядок проведения аттестации педагогических работников, также ряд других документов. Все они определяют права и обязанности педагогических работников, занятых в образовательных организациях. Таким образом, есть документы, которые закрепляют еще требования к самим предъявляемым результатам по реализации деятельности, по реализации дополнительных программ. И основные из них — это федеральный закон об образовании в Российской Федерации, который соотносит нас к тому, что освоение любой образовательной программы должно сопровождаться промежуточной аттестацией обучающихся. В каких формах это уже решает организация сама? Приказ 196 также говорит нам о том, что организации, которые осуществляют образовательную деятельность, самостоятельно определяют формы занятий, а также формы, порядок и периодичность проведения этой промежуточной аттестации. Приказ 462 о порядке проведения самообследования говорит о том, что для самообследования обязательно нужно проводить оценку образовательной деятельности и содержание качества подготовки обучающихся, а также ряд других показателей. И так как мы живем в Санкт-Петербурге, то мы руководствуемся распоряжением Комитета по образованию Санкт-Петербурга и методическими рекомендациями по проектированию программ, где заложена информация о том, что любая программа оценивается по планируемым результатам трех видов — это личностные, метапредметные и предметные. Таким образом, оценка качества реализации программ состоит из двух важных составляющих. Это комплексная характеристика образовательной деятельности по реализации программы и степень достижения планируемых результатов. И вот комплексная характеристика образовательной организации по реализации программы — это относится к уровню ответственности самой организации, потому что к обязанностям организации относится реализация программ в полном объеме. А степень достижения планируемых результатов относится к ответственности педагога в том плане, что каждый педагог ответственен за промежуточную аттестацию учащихся при освоении программ. Для того, чтобы учесть все требования законодательных актов, каждая образовательная организация разрабатывает свои собственные локальные акты учреждения. Они могут быть абсолютно разные, но в любом случае в каждой организации будет положение о дополнительной образовательной общеразвивающей программе. Также могут быть положения оформок периодичности порядка текущего контроля и промежуточной аттестации. В каждой организации существует своя внутренняя система оценки качества и будет положение об этой системе. Наверняка в каждой организации есть положение об официальном сайте. И перечень этих документов, его можно продолжать. Это все зависит от специфики учреждения. Ну что ж, мы продолжаем. И продолжаем с таким первым инструментом для педагогов и руководителей структурных подразделений, учебных отделов, так вот говоря проще, да, либо руководителей АДОТ. Мы предлагаем начать, ну, конечно, с самого, наверное, сложного момента. Это чек-лист для оценки дополнительных общеобразовательных программ, для оценки степени их соответствия, методическим рекомендациям, ну и нормативно-пробовой базе, которая существует. Значит, работа это не новая, вот это точно понятно, что три года, ну, три года, наверное, да, уже существуют наши методические рекомендации. И, безусловно, наверное, к программам, которые уже несколько раз проходили, скажем так, методический совет или какую-либо экспертизу, вот, наверное, для них это будет уже не очень актуально. Ну, вот, для новых программ это было бы, мне кажется, очень даже полезно пройти вот такую экспертизу по чек-листу. И в то же время, опять, для более опытных руководителей, наверное, это уже такая вот вещь очень обыденная, а для наших коллег, которые только начинают свою работу, делают первые шаги, ну, вот, это будет очень удобным подспорьем, как нам кажется. Как это быстро проверить, организовать и, самое главное, зафиксировать какие-то предложения, изменения и так далее. Потому что, безусловно, мы понимаем, что не всегда есть возможности, не всегда есть методические какие-то ресурсы, да, но в том числе управленческие функции, вот такая методическая поддержка, она тоже так или иначе входит, может быть, в разных объемах, но, тем не менее, все руководители, скажем так, с этим сталкиваются. Поэтому мы сейчас вам предлагаем, как вариант, вот такой инструмент, что он в себе содержит. Вы сейчас обратите внимание, пожалуйста, на шапку. Это мы с вами разберем предельно точно, понятно, ясно каждый раздел программы, либо структурный элемент программы. Посмотрим, какие требования к нему есть. Будем ссылаться на конкретный нормативно-правовой акт. Это может быть либо акт учреждения локальный, да, допустим, положение о дополнительной программе, или положение о порядке разработки их и так далее. То есть оно по-разному может называться. Но, в общем, суть одна, это тот документ, который регламентирует наши образовательные, дополнительные образовательные программы. Либо это могут быть методические рекомендации, либо санпины. То есть мы сейчас будем с этим, по ходу нашей беседы, будем с этим сталкиваться и разбираться. И дальше предусмотрена колоночка, столбец, это комментарии. То есть если мы идем в формате чек-листа, то туда можно просто поставить галочку. Вот, если мы идем в формате экспертизы, то мы можем там оставлять комментарии. Соответственно, мне кажется, это упрощает работу, особенно если необходимо обработать большой массив, ни одну, ни две, да, а там десятки программ, чтобы это все не забылось, чтобы это не потерялось. Вот, и каждая программа таким образом будет иметь вот эту экспертную карту, либо карта оценки качества, мы ее так обозвали, потому что, ну, вот каждое учреждение, в принципе, вольно самостоятельно определять эти инструменты и самостоятельно организовывать эти процессы. Ну что ж, начинаем с вами разбирать этот чек-лист. Первое, с чего начинается, это наш титульный лист программы. Согласно положению у нас в нашем учреждении, о дополнительной общеобразовательной программе и приложении номер один, на титульном листе должны быть наименования образовательной организации, да, гриф принятия образовательной программы педсоветом, название, срок и реализация, возраст учащихся, фамилия, имя, отчество разработчиков программы. Возможно, в вашем учреждении похожие требования, поэтому, соответственно, вы, открыв свой документ, вот то самое положение, да, можете перенести просто вот эти требования, те требования, которые перечислены у вас. И дальше уже проверять в комментарии, либо ставить галочку, что все окей, либо писать, что добавить тот, вот этот пункт, вот этот пункт и там еще какой-нибудь, уточнить что-нибудь. Также мы переходим к следующему, пояснительная записка. Что у нас? Содержит информацию о направленности программы, уровне, актуальности, отличительных особенностях, адресате программы, объем и срок реализации, цели, задачи программы, результаты и условиях реализации программы. Значит, здесь вот, опять же, согласно положению мы разбираем, если у вас по вашему положению есть какие-то еще требования, вы тоже их сюда вносите. Ну что ж, переходим с точки зрения направленности. Что говорит нам 273-й федеральный закон образования, да, направленность, либо профиль образования, это ориентация образовательной программы на конкретные области знания и или виды деятельности, определяющие ее предметно-тематическое содержание, преобладающие виды учебной деятельности обучающегося и требования к результатам освоения образовательной программы. То есть вот наш вывод такой, что таким образом направленность должна прослеживаться не только в пояснительной записке, но еще и в содержании программы, в видах учебной деятельности и в результатах. То есть вот мы ставим это как важный элемент экспертной оценки, то есть оценки качества этой программы. Если там слово программа встречается, вернее, слово направленность встречается только один раз в пояснительной записке, да, и больше мы нигде не видим подтверждения, что эта программа именно художественной направленности, то есть ни результаты, ни задачи, ни содержание не отражают этой художественной направленности, то, конечно, ну, стоит, наверное, еще поработать над этой программой, вот, и все-таки определиться, какие правки в нее следует внести. Опять же, может быть, в вашем, ну, вашей организации таких требований, ну, могут быть какие-то свои требования, поэтому здесь вот, ну, все-таки, мне кажется, имеет смысл важно определиться с этим, потому что это в дальнейшем вам, ну, это повышает качество самого продукта программного, да, вот, и это ваша программа, которая уже, вот, скажем так, прошла эту экспертную оценку внутри учреждения, она же может быть уже направлена на различные конкурсы и может быть основанием для выступлений педагога и сбора портфолио на аттестацию и так далее, то есть перспектив у этой работы очень много. Так, это я отвлеклась, переходим дальше, к актуальности. Методические рекомендации Санкт-Петербурга определяют, что актуальность – это соответствие государственной политике в области дополнительного образования, социальному заказу общества и ориентирование на удовлетворение образовательных потребностей детей и родителей. Соответственно, ну, галочку, видим мы это в программе или мы этого не видим, не читается это абсолютно. Отличительные особенности, то есть, как, что мы об этом думаем, это характерные свойства, которые отличают программу от других уже существующих, то есть конкретные черты, какие-то идеи, которые придают программе своеобразие. Безусловно, здесь вот без анализа уже представленных на, ну, наверное, на образовательном рынке, можно так сказать, программ тут не обойтись. Действительно нужно понимать, насколько эти отличительные особенности действительно такими являются, либо это просто, ну, формальная фраза, которая может быть просто отпиской. Адресат программы, программы, характеристика категории учащихся по программе. Цель. Смотрим, опять же, ориентируемся на методические рекомендации Санкт-Петербурга, и достижение цели раскрывается через следующие группы задач – обучающие, развивающие, воспитательные. Значит, когда мы переходим с вами к задачам, здесь вот курсивом отмечено, что это 3-5 задач. Ну, общих, да, вот будет программа на 5 лет, значит, все задачи на 5 лет. Но вот эта цифра 3-5 – это тоже не догма, это как бы предложение такое в нашем учреждении, потому что если мы пишем там 10-15 задач, то действительно очень сложно потом отследить по ним результативность. Вот, поэтому, в принципе, нет никаких запретов, их может быть и 24. Вопрос, насколько это все реалистично и насколько это все может быть грамотно оформлено и действительно есть, действительно отражает реальную практику, да, а не так, чтобы у нас документ жил своей жизнью, а образовательная деятельность – это как бы, да, отдельная какая-то история. Поэтому вот, ну, наверное, 3-5, может, чуть больше, чуть, ну, вот, тоже одной-двумя задачами, как-то вот пятилетнюю программу, ну, мне кажется, сложно характеризовать, поэтому здесь вот надо подходить с точки зрения вообще вот, наверное, здравого смысла какого-то. Да, и эти задачи раскрываются потом, 3-5 общих задач, ну, они раскрываются потом в рабочих программах в течение всего срока реализации, с ежегодным усложнением, то есть мы настаиваем на том, что должна еще прослеживаться динамика, на какую, вернее, должна прослеживаться какая-то динамика, усложнение этих задач будет, вот, и на каждую обучающую задачу свой предметный результат. То есть вот важно, чтобы одно другому соответствовало. Мы, вот, дальше у нас в нашем, да, чек-листе, там приведены примеры, какие могут быть задачи, как они правильно пишутся, как неправильно пишутся, вы, в принципе, можете это сделать для себя, можете не делать. Вот точно так же мы дальше идем по воспитательным задачам и по развивающим задачам. Хорошо, конечно, вот именно для работы понимать, в чем отличие развивающих от воспитательных, потому что, ну, скажем так, есть у разных педагогов с этим трудности, именно с разграничиванием. Переходим к результатам предметных, ну, к результатам вообще, в частности, к предметным. Значит, также в этом разделе программы мы с вами видим общие результаты за весь период обучения по программе, то есть неважно на год, на два, на три, на десять. Результаты подробно раскрываются уже потом в рабочих программах каждого учебного года. Также должна прослеживаться динамика и какое-то усложнение результата в конце обучения. Но, опять же, каждый педагог здесь, являясь автором программы, он может какую-то свою стратегию вот этого усложнения видеть. Главное, чтобы она была представлена и была понятна. Каждый результат соответствует своей задаче. Результаты в целом должны отражать уровень освоения программы. Это вот одна из, наверное, самых важных вещей. Согласно методическим рекомендациям, у каждой программы у нас есть уровень освоения. Это приложение к методическим рекомендациям, всем известная, хорошо знакомая табличка, вот, и в которой мы видим такую связь направленности программы, целей, результатов программы. Вот, и обязательно, конечно, нужно вот эту, ну, вот, в голове это держать и проверять, насколько действительно это все вместе увязывается, насколько это соответствует друг другу. Точно так же мы смотрим, проверяем личностные результаты и результаты метапредметные. Следующий пункт условия реализации программы, условия набора, формирования групп, возможность и условия зачисления группы второго и последующих годов обучения. Ну, наверное, основной какой-то комментарий здесь, что это все не должно противоречить федеральному закону об образовании, да, а также с АнПИНом. Содержит информацию о чем? О кадрах, педагогах, методистах, кто, в общем, реализует эту программу, необходимых для реализации программы. Вот, с чем мы столкнулись, и на наш взгляд, вот, в опыте нашего учреждения, да, ну, не стоит писать требований к квалификации, образованию, педагогов, то есть это вот информация, которая, в общем-то, является характеристикой именно кадровой службы, да, и у нас для этих вещей есть профстандарты, есть должностные инструкции, то есть вся эта информация, она описана в других документах, вот, и здесь это уже будет дублирование, которое будет загромождать саму программу. То есть, в принципе, если бы педагога, ну, взяли на работу, да, вот, он должен уже автоматически соответствовать всем этим требованиям, да, требованиям профстандарта, иметь все необходимые курсы повышения квалификации и так далее. То есть, вот здесь это дублировать не стоит, но, опять же, это вот, ну, наше мнение, да, оно может отличаться от других, вот, потому что, еще раз напомню, что каждое учреждение вольно, в общем-то, само определять вот эти, вот эти требования. Так, переходим дальше у нас, и у нас здесь что? Сейчас, секундочку, я перелеснула. Да, материально-техническое обеспечение, оно содержит информацию о необходимых технических средствах обучения с указанием видов учебной и педагогической деятельности или разделов программы или каких-то других требований, которые определяют, то есть, если у нас там, ну, стоит ноутбук, то вот для чего ноутбук? Если там стоит интерактивная доска, то вот для чего она, опять же, это требования наши, согласно нашего положения, может быть, в другом положении будут другие требования. Посмотрите, как вы, как вы считаете нужным здесь определить вот эту, вот эту необходимость. Особенности организации образовательного процесса. Значит, четко должны быть описаны конкретные особенности, формы организации, логика построения занятий, этапы, модули обучения и так далее. То есть, как бы, если это прослеживается, все, если это конкретно и понятно, мы ставим галочку, если нет, там есть какие-то, ну, скажем так, не очень понятные вещи или они не регламентированы, вы можете оставить этот вот в четвертой колонке комментарий, да, и для педагогов это уже будет повод обратить внимание еще раз смотреть это. Так, учебный план каждого года обучения. Согласно положению, вот мы здесь указываем, да, приложение 2, а также положению о формах аттестации, включает название разделов тем, программы, там, количество часов и так далее, что все это должно соответствовать разделам и темам в рабочей программе. Формы контроля должны отражать результат изучения теории и практики, формы контроля примерные указаны в положении о формах аттестации, формы контроля учебного плана должны соответствовать информации в разделе оценочные и методические материалы, вот это мы, скажем так, сейчас проверяем программу, у нас соответствие внутри блоков друг к другу. И что еще должны отражать? Адекватное соотношение практики и теории с учетом воспитательных, обучающих и развивающих задач. Потому что есть такой скрен небольшой, да, что когда мы только обучающие, только предметные результаты, они ярко видны, хорошо видны, а вот два вида других задач и результатов, они, скажем так, ну, не так очевидно прослеживаются. Поэтому, конечно же, когда мы беремся за вот эту оценку качества программы, то имеет смысл проверять уже все и смотреть с точки зрения, ну, какой-то гармоничности, наверное, всех видов задач и всех видов результатов. Следующий пункт – это динамика образовательного процесса по какому-либо основанию, то есть усложнение материала по годам, введение новых модулей, усложнение форм и так далее. В общем, здесь целое поле для педагогического творчества. Как это все определить, ну, как бы, как это все будет в конкретной программе у конкретного педагога, тут, конечно, ну, нет смысла это как-то регламентировать. Так, следующий пункт – календарный учебный график. Ой, сейчас, секунду. Определяет даты начала и окончания учебного года, количество учебных недель и часов, режим занятий. Опять же, да, мы смотрим, согласны почему-то, потому что есть у нас положение, в котором это описано, да, есть методические рекомендации, которые, опять же, говорят, что вот график должен выглядеть таким образом. Мы смотрим, насколько это все соответствует, насколько действительность соответствует тому, как должно быть. Ну, что же, переходим мы к рабочим программам, да, на конкретный какой-то энный год обучения, первый, второй и так далее. Значит, рабочая программа, она должна включать задачи, ожидаемые результаты, а также особенности каждого года обучения, календарно-тематическое планирование на каждую учебную группу и содержание обучения. Содержание обучения раскрывается через описание разделов и тем программы, в соответствии с последовательностью, заданным учебным планом, включая описание теоретических и практических частей. Опять же, вы смотрите, требования, если они согласно вашему положению другие, вы пишете те, которые в вашем положении, вот, потому что, ну, наверное, они могут отличаться. Вот, ну, и проверяем точно так же. Теперь уже мы, вот я сейчас, наверное, еще прокомментирую задачи, да, правильно, задачи и результаты. Вот, ну, и алгоритм будет понятен, мы, наверное, на этом закончим, потому что здесь вот важно передать саму схему, да, а не конкретное ее содержание. Когда мы с вами рассматриваем уже рабочие программы, мы смотрим обучающие задачи, допустим, первого года, да, то вот, опять же, курсивом, видите, выделено, что 3-5, это, ну, наше предложение, у вас может быть это любое то количество, которое вы считаете необходимым. Задачи, отражающие образовательную траекторию учащегося на конкретный год обучения. То есть вот из тех пяти, которые были у нас в общей программе, да, мы сейчас пишем какие-то пять, которые будут работать только в этом году. И это, ну, на наш взгляд, это действительно очень важно, чтобы увидеть динамику, и чтобы педагог мог проектировать эту динамику в течение пяти лет. Может быть другой какой-то подход, пожалуйста, вот, и также в рабочих программах у каждой задачи есть свой результат, чтобы, ну, это делает, наверное, более явной диагностику и понятной, и прозрачной. Вот, воспитательные задачи также мы рассматриваем и развивающие, и предметные результаты. Переходим к ним по количеству задач, то есть если в нашем варианте там 3-5, в любом другом, вот то количество, которое будет у вас задач, измеримых, это важно, прямо я подчеркиваю, измеримых результатов, отражающих итоги обучения в данном году. Причем итоги, да, образовательные и по воспитанию, и по развитию, и предметные. И еще один важный момент, ну, это, наверное, следующий инструмент, это к каждому результату есть критерии и показатели в диагностике. Вот. Переходим дальше. Это у нас особенности каждого... Так, мне тут перескакивает. Особенности каждого года обучения при наличии, в скобочках, да, конкретные, точные особенности, отражающиеся в формах организации, логике построения занятий, использовании конкретных методов, приемов, технологий, инструментов и так далее на конкретный год. Вот, но на наш взгляд, если они действительно есть, то имеет смысл их описать. Если их нет, вот, то, ну, конечно, не стоит, наверное, здесь тогда, скажем так, оставлять какой-то просто текст ради того, чтобы он был. Ну, вот. Календарно-тематическое планирование на учебную группу. Значит, смотрите, включает наименование разделов и темы каждого занятия. Может быть расчесовка по темам и разделам. Тут вопрос стоит, да, может быть, может и не быть. Опять же, есть методические рекомендации, которые нас регламентируют, но может быть еще и там какая-то практика учреждения, которая также отражается в локальных актах, вот, и которая, ну, имеет право быть, имеет место быть. Ну, вот. Содержание обучения раскрывается через описание разделов и тем программы в соответствии с последовательностью, заданной учебным планом, да, из большой программы, самой программы, включая описание теории и практики. Оценочные и методические материалы должны содержать основные составляющие, ну, вот, опять же, могут содержать основные составляющие учебно-методического комплекса ОМК, да, педагогические методики и технологии, в том числе дистанционные образовательные технологии и электронное обучение, дидактические материалы и информационные источники, используемые при реализации программы, систему контроля результативности обучения с описанием формы, средств появления, фиксации и предъявления результатов обучения, а также их периодичности. Для, вот, в нашем пункте, да, в нашем учреждении для повышения качества образовательного процесса в данный структурный элемент программы могут быть включены индивидуальные образовательные маршруты детей, не учебные планы, а именно маршруты для поддержки детей с особыми образовательными потребностями, в том числе и для одаренных учащихся. Следующий раздел – это, ну, структурный элемент, наверное, так правильнее будет сказать, педагогические методики и технологии. Тут должна быть представлена характеристика конкретных педагогических технологий и описание их использования. То есть небольшое, краткое, но тем не менее, алгоритмы, схемы, приемы, которые используются при реализации этой программы. Ну, тут есть пометочка, да, что в идеале описание результата их использования или хотя бы цели для развития каких компетенций, каких знаний, умений, навыков, для чего это используется. Потому что это, ну, скажем так, повышает методическую ценность программы. И тогда эта программа становится не только, скажем так, ну, достоянием учреждения, да, но еще инструментом, наверное, повышения профессиональной компетентности других педагогов, потому что, скажем так, читая программы другие, изучая этот опыт, безусловно, мы сами растем. Ну, что ж, я думаю, что продолжать, наверное, далее уже вот нам разбирать каждую строку, каждый пункт, каждый элемент программы не имеет смысла, потому что, в принципе, алгоритм понятен и ясен. Вот, ну и опять же, ценность этого документа не в нашем содержании, да, которое мы здесь разбираем, а именно в форме, потому что, на мой взгляд, мне кажется, что это удобно, этот чек-лист очень удобен, потому что, особенно, когда вам нужно проверить или посмотреть не одну программу, а там 10 программ или 110 программ, вот, и по каждому положению у вас тогда будет какой-то комментарий, либо будет галочка о том, что это выполнено, да, если мы это делаем в формате чек-листа, то есть просто сверяем с тем, что есть, и насколько качественно и хорошо это выполнено, вот, либо если, опять же, это будет какой-то, какая-то качественная такая оценка, как-то экспертиза, где могут быть представлены баллы, то есть как бы там, ну, условно, даже 1, 2, 3, да, 3 в полной мере, 2 там соответствуют не в полной мере, и 0, вернее, единичка не соответствует, или 0 не соответствует, вот, и тогда ее имеет смысл сделать в Excel и уже просчитать и выйти на какой-то рейтинг. Опять же, это вот, ну, компетенция самого руководителя структурного подразделения, да, как он считает нужным, как он считает удобным для себя, потому что, безусловно, после любой процедуры оценивания, да, существует ряд дальнейших процедур, то есть мы же не можем просто оценить и как-то вот так это оставить. Дальше идут уже конкретные управленческие решения, вот, что с такими программами делать, да, если они соответствуют, если они не соответствуют, поэтому, ну, мне кажется, что имеет смысл уделять побольше времени, вот именно этой работе, потому что это ключевой, наверное, сейчас документ, дополнительная общеобразовательная программа, как с точки зрения функционирования учреждения самого, да, так и с точки зрения развития, потому что все, скажем так, мероприятия, такие яркие педагогические события в мире дополнительного образования, они не проходят мимо самих программ, то есть это основа основ. Вот, еще раз обращу ваше внимание на разделы чек-листа, это значит, что мы берем, мы берем раздел программы, структурный элемент, мы берем требования из наших документов, а у нас это СанПИНы, у нас Федеральный закон об образовании, у нас методические рекомендации Санкт-Петербурга по проектированию дополнительных программ, да, и у нас локальные акты, это положение о формах аттестации и положение дополнительной, ну, может, как по-другому называется, но хоть такая, да, положение о дополнительной общеразвивающей программе. И вот эти требования сводим, и графа комментарий, опять же, никто не запрещает, вы можете для собственного удобства добавить еще какие-то графы, которые вам необходимы, вот. Ну что ж, мы продолжаем наш разговор относительно оценки качества, инструментов оценивания качества образовательного процесса из роли руководителя структурного подразделения, то есть, и я предлагаю вам сейчас уже после чек-листа по конкретным программам, да, которые мы оценивали, качество программ, я предлагаю вам перейти к следующему инструменту, который покажет вам, ну, который позволит выстроить такой своеобразный рейтинг программ и оценить вообще совокупность, вернее, оценить отдел в совокупности этих программ, а не только конкретную одну программу. Значит, как он будет выглядеть, опять же, представляем вам вариант в Орде, ну, он может быть в Excel, там даже удобнее это будет все считать, автоматически поставить цифры. Нам сейчас главное понять идею, да, а не техническое воплощение, хотя это тоже важно. Значит, что мы вам предлагаем? Оценить, значит, программу, дальше будет некоторый набор параметров касательно образовательного процесса, образовательной среды и ресурсов. Оцениваться они могут по следующим, по оценке могут быть 0, 5 и 10, и следующие критерии, но вот опять же, мы здесь ориентируемся на нашу программу развития учреждения. Вы в своем учреждении, да, можете ориентироваться на какие-то свои результаты, показатели, но так или иначе, они все будут связаны с национальными проектами образования, да, и с федеральными проектами, и с доступным дополнительным образованием, то есть они будут регламентироваться и нормативно-правовыми актами. Итак, следующий критерий – это использование современных технологий. Наверное, сейчас себе невозможно представить образовательный процесс без вот этих самых современных технологий, будь они цифровыми, будь они информационно-коммуникационными или просто педагогическими образовательными технологиями. Вот, поэтому, соответственно, 0 баллов, если они не предусмотрены над программой, 5 баллов, если это эпизодическое какое-то использование, вот, и 10 баллов – это систематическое использование с отражением в самой программе, то есть мы знаем, где и когда эти современные технологии используются, на каком этапе, на каком году, если на году, то в содержании какой темы, раздела и так далее. Это все педагогам, ну, как бы, обдумано, систематизировано, да, и это действительно так. Вот, следующий критерий, предложенный нами, да, это то, что, вот опять же, повторюсь, фиксируется в нашей программе развития. Это возможность обучения различных категорий детей. Могут быть программы, в которых это не предусмотрено, опять же, 5 баллов предусмотрено, но по факту такого не наблюдается, 10 баллов реализуется, и, опять же, в нашем учреждении вот такими средствами поддержки служат и ООМы, индивидуальный образовательный маршрут, это, ну, такие своеобразные портфолио, да, иногда они разрабатываются с поддержкой педагога-психолога, иногда только педагогическими средствами, все зависит от конкретной ситуации, но, тем не менее, инструменты вот эти есть, и мы можем оценить, насколько они востребованы, насколько образовательный процесс, да, поддержан вот в этом отношении. Следующий пункт – сетевое взаимодействие. Не предусмотрено, опять, есть этап, это сетевые проекты, и 10 баллов – это сетевая программа. Преемственность программ, ну, вот, конечно, безусловно, с точки зрения непрерывности дополнительного образования, преемственность в отделе, она должна быть, поскольку, если мы принимаем, там, детей с 6, с 5, а если там какие-то это платные образовательные услуги и менее лет, вот, то, безусловно, обучившись, там, 2-3 года на наших образовательных программ, дети, ну, не должны быть оставлены, да, вот, как-то это не, ну, наверное, даже просто не поддается здравому смыслу какому-то, хотя, опять же, случаи разные, вот, поэтому могут, наверное, быть обособленные какие-то программы, вот, но мы решили, что это для наших отделов это не очень хорошо, не очень ценно, ну, вот, полностью все, чтобы каждая такая программа была. А когда есть вот эта преемственность внутри отдела, когда возможность есть там параллельного освоения нескольких программ, ну, с учетом, понятно, требований САНПИНа, чтобы все это было в рамках нормы, вот, и когда дети, есть сохранность контингента перехода, да, это тоже ценится выше, потому что это формирует действительно хорошие такие коллективы и много же коллективов с богатой историей, вот, поэтому важно нам кажется, на наш взгляд, с точки зрения руководителя, вот, поддерживать, оценивать, да, и стремиться к развитию вот именно такого формата. Хотя, опять же, обособленные программы, особенно краткосрочные какие-то программы, в этом тоже есть своя ценность, но это вот опять может быть заложено как отдельный критерий. Воспитательная работа, особенно, наверное, вот, скажем так, после майских, наверное, да, мероприятий всех наших, воспитательная работа, и после опубликования законопроекта, да, который у нас вносит поправки в закон по образованию в отношении воспитания, да, понятное дело, что сейчас еще больше внимания будет уделяться воспитательной работе, поэтому мы предлагаем, ну, для наших педагогов такую оценку, это может быть эпизодическая, системная в отделе и системная на уровне учреждения. Что мы этим хотим подчеркнуть, что ценность вот тех воспитательных практик, которые могут быть транслированы, потому что здорово и замечательно, когда педагог может организовать грамотную, интересную воспитательную работу у себя в объединении, да, в своих группах, ну, вот, либо в отделе. Но еще более ценным нам кажется те воспитательные практики, которые могут выйти на весь уровень учреждения, то есть те интересные воспитательные мероприятия, в которые могут быть вовлечены и другие ребята, другие обучающиеся, и другие педагоги в том числе. Поэтому вот, на наш взгляд, как бы это говорит о более качественной работе, нежели когда она эпизодическая, от случая к случаю и так далее. Так, состояние материально-технической базы. Значит, ну, понятное дело, что это не решается силами педагога, да, это скорее такая характеристика учреждения, вот, но здесь что мы говорим, мы же смотрим с точки зрения описания в программе, да, а не с точки зрения, скажем так, наличия в кабинете, вот. Поэтому, безусловно, если педагог не использует никакой вот, скажем так, компьютерной базы, какой-то основы, да, каких-то, ну, интерактивной доски, еще чего-то, каких-то таких важных инструментов, вот, то тоже можно, конечно, поинтересоваться, почему так, и насколько тогда хорошо оснащена программа, да, вот, посмотреть УМК и так далее. Вот, и другое дело, когда используется, то есть материально-техническая база, это соответствует программе, вот, используется современное оборудование, ну, вот, и, безусловно, наверное, самая высокая оценка, это когда педагог, у него есть план развития, как это дальше, какие еще интересные технологии подключать, и как это вообще все будет дальше развиваться. Но, опять же, поскольку вы являетесь руководителем, то здесь, конечно же, в вашей компетенции решать вот эти вопросы, да, и как бы смотреть, насколько это важно, и насколько это необходимо. Так, категория. Здесь имеется в виду, конечно, педагогическая категория, да, смотрим, тут уже у нас пошел такой раздел кадры. Вот, я, может быть, спешу, сейчас такую паузу небольшую сделаю, мы с вами, смотрите, образовательный процесс уже прошли, смотрим сейчас на верхнюю табличку, да, образовательную среду мы тоже прошли, ресурсы, вот, и мы сейчас с вами уже подошли как раз к педагогам, да, ну, возможно, может быть, здесь имеет смысл, хотя можно, конечно, добавить еще столбик такой, да, и объединить, что это вот кадры именно идут у нас уже. С точки зрения оценки, так, с точки зрения кадровых ресурсов, категория, да, это нет, ну, в смысле ее, нет, вот, добровольной, да, но может быть оценка соответствия занимаемой должности, вот, и либо первая категория, либо высшая категория. Курсы повышения квалификации за последние три года, знаете, что это обязательное требование, поэтому, если они плановые есть, и все окей, это 0 баллов плановые, и мы видим, есть отчеты по самообразованию, это 5 баллов, и опять же, плановое самообразование здесь таким накопительным итогом, плюс наставничество, когда реализуется не в коллективе детей, да, а когда педагог поступает сам в роль наставника, это, конечно, ну, понятно, гораздо выше ценится. И профессиональная активность педагогов, она может быть эпизодическая, может быть систематическая, он представляет как участник, да, время от времени, или систематически посещает эти мероприятия различные, либо систематическая педагог выступает как организатор, и это, конечно же, тоже мы понимаем, что это гораздо качественнее, когда сам педагог не только может реализовывать мероприятия в рамках программы своей дополнительной, вообще образовательной, да, но еще и является, по его инициативе проводятся различные другие педагогические события. Значит, ну, понятное дело, что здесь можно увидеть много-много-много пересечений с различными документами, да, и с уже эффективностью, и с отчетами со всеми, поэтому вот мы вам предлагаем различные варианты, различные, да, вот эти вот схемы, таблицы, главное, чтобы, ну, у вас их не было 10, потому что можно в этом, конечно, запутаться, выбрать какой-то один вариант, может быть, вы сейчас замиксуете все три варианта и сделаете это с помощью, там, Google форм каких-то, чтобы было удобно собирать эту информацию. В общем, мне кажется, что здесь вот это управленческое какое-то творчество, оно вполне имеет место быть, потому что, ну, в конце концов, это все делается для удобства, для оперативности вот этой управленческой деятельности, в том числе и по оценке качества образовательного процесса, потому что в наши обязанности входит и сбор информации, и ее качественный анализ, да, и потом последующее принятие управленческих решений уже по отношению вот к тем данным, которые мы с вами получили. Итак, давайте продолжать. И я познакомлю вас с моделью диагностики результатов освоения дополнительных общеобразовательных и общеразвивающих программ, которая была разработана в рамках нашего учреждения. Почему мы сейчас говорим о диагностике? Потому что это тот инструмент, который позволяет установить степень соответствия результатов освоения программы с планируемым результатом. И вот это та самая промежуточная аттестация, которая помогает педагогу эту степень зафиксировать. Какая бы система, какая бы модель диагностики не была разработана в вашем учреждении, для нас кажется важным соблюдение той триады, которую вы видите на слайде, чтобы задачи, результаты и показатели диагностики были подчинены единой логике и соответствовали друг другу. Несмотря на то, что это очень, казалось бы, просто, и все об этом знают, к сожалению, до сих пор очень много недочетов и ошибок в программах связаны как раз именно с несоответствами тому или иного. И часто можно встретить в программах, например, количество результатов меньше, чем поставленных задач. И когда, ну если хотя бы задачи и результаты, они встречаются в пояснительной записке и достаточно просматриваемых в программах, то когда доходит дело до оценочных материалов, то иногда показатели диагностики отражают вообще не те результаты, которые поставлены были изначально в программе. Поэтому очень важно именно соблюсти вот это соответствие между этими тремя элементами. И результат освоения программы таким образом, он складывается из диагностики результатов в каждой области и в обучении, и в развитии, и в воспитании. И вот для нашего учреждения мы посчитали важным, что количество показателей по этим областям, оно должно быть одинаковым, потому что тогда мы достигаем гармоничное развитие учащихся и нет перекоса программ в ту или другую сторону. То есть нет перекоса только на предметные результаты или на любую другую область. В нашем учреждении реализуется такая модель, которая содержит четыре модуля. Все эти четыре модуля в данный момент, они актуальны только для новых программ, так как все программы, которые уже реализуются, они перешли на единую систему диагностики. Соответственно, теоретический модуль для них уже не так актуален. А если какие-то разрабатываются новые программы, то они начинаются с самого первого модуля. Это с определения показателей, критериев, методик, методов и форм диагностики. И чем тщательнее проведена работа именно на уровне теории в процессе разработки самой программы, чем больше педагог на это затратил времени, как правило, это еще и с помощью методистов, и также руководители отделов тоже могут оказывать помощь на этом этапе, тем проще потом на практике осваиваться все три остальные модуля. Мы также, вы все прекрасно знаете, что в дополнительном образовании нет оценок, но для того, чтобы оценить степень соответствия результатов планируемо, нужны показатели диагностики, по которым мы будем ориентироваться. И для каждого показателя очень важно прописать качественные критерии, на которых будет основываться педагог. Это не должна быть какая-то отметка, но это должно быть качественное выражение этого признака, который заложен в программе. Соответственно, необходимо подобрать соответствующие методики, которые подходят и возрастным особенностям детей, и позволяют диагностировать конкретно показатели на всех уровнях программы. И, соответственно, нужно подобрать также диагностические методы и формы. В качестве рекомендации мы предлагаем педагогам подбирать такие формы, которые могут сразу проверить несколько показателей по программе. Таким образом, педагог не затрачивает слишком много времени на диагностические процедуры. После того, как теоретический модуль хорошо проработан, педагоги переходят уже, собственно, к сбору и обработке данных. Но этим не ограничивается деятельность педагога, так как данные эти необходимо проанализировать. И уже на четвертом этапе, как правило, включаются руководители отдела, заведующие, потому что педагог с конкретными рекомендациями и с конкретными данными по программе выходит уже на уровень отдела. Вот так выглядит наша диагностическая карта для каждой программы. Вы увидите ее еще чуть позже, несколько в модифицированном варианте, но основная базовая карта выглядит именно так. На этой карте вы видите графы для того, чтобы ввести фамилию учащихся групп и также разделение по трем областям задач, обучающих, развивающих, воспитательных. Соответственно, вот графы О1, О2, О3, О4 – вот это сокращенное наименование показателей. И вы видите внизу также графы для средних баллов и суммы, а также графу уровень освоения программы с правой стороны. Так как мы в нашем учреждении основываемся на трех уровнях освоения программы, то есть у нас определены низкий, средний и высокий уровень освоения каждой программы, то, соответственно, каждый педагог напротив каждой фамилии может проставить всего лишь три цифры, потому что наша шкала – это три цифры, три балла – это 0, 1 или 2. Соответственно, по горизонтали таким образом складывается общий уровень освоения программы каждого ребенка, а по вертикали мы можем оценить средний балл по каждой задаче. То есть мы можем каждую задачу оценить отдельно, так и по сумме реализации отдельно обучающих, отдельно развивающих, отдельно воспитательных задач. И самый нижний правый квадрат – это будет средний балл всей программы по всем учащимся. Но деятельность педагога не ограничивается заполнением только статистических цифр. Каждый педагог также пишет аналитическую записку по результатам диагностики, которая содержит 7 обязательных моментов. Вы их видите на слайде. Краткая характеристика группы по каждой программе, по каждой группе. Общие тенденции – это прежде всего касается средних баллов по выявленной диагностике. Также оцениваются максимальные и минимальные значения с целью выявления одаренных детей или детей, у которых есть проблемы. Оценивается рейтинг реализуемых задач. По этим баллам можно выстроить рейтинг, какие задачи реализованы лучше, хуже и так далее. Также педагог предлагает свой анализ возможных причин этой ситуации, предлагает дальнейшие варианты развития. И с этой аналитической запиской он уже выносит все свои предложения на уровень отдела. Как руководители отдела эти данные могут использоваться дальше в сравнительном анализе по отделу. Самое простое – можно посмотреть по конкретной программе, сравнить разные года обучения. Вот вы видите диаграмму по двум годам обучения в конкретном объединении. Также можно сравнить несколько программ. Цифры внизу по горизонтали – это от 1 до 10 – это разные программы. И, соответственно, по каждой программе здесь приведены средние баллы по обучению, развитию и воспитанию. И вот мы видим, например, что в программе номер 2 сильно высокий балл по предметным результатам. Или, например, в программе номер 9 существенно выделяется область развития. Для чего это нужно? Во-первых, для обмена опытом между педагогами отдела. То есть можно реализовывать схемы наставничества. То, что одному педагогу удается лучше, возможно, он может свой опыт каким-то образом передать другому. Также для принятия решений по конкретным объединениям. Если где-то сильно низкие показатели воспитания, то, возможно, для каких-то включения в лагерные выезды, какие-то мероприятия воспитательные больше на формирование традиций, коллектива и так далее, включение в воспитательную работу с такими объединениями уже будет более адресно, более прицельно. И, соответственно, все участия в конкурсе педагогов. Вот если мы посмотрим на эту диаграмму, то программа номер 10, у нее стабильные, высокие показатели по всем областям. И, соответственно, возможно, такой педагог – это прямой кандидат для участия в профессиональном конкурсе. Также мы можем выстроить все программы по рейтингу, по среднему баллу. Хочу сразу заметить, что низкий уровень освоения программы – это не значит очень плохо, это может быть связано с особенностями конкретной группы, конкретной программы, и не всегда это значит плохую работу педагога. То есть не нужно бояться низких баллов, и не нужно, чтобы педагоги завышали специально для каких-то показателей эти баллы. Таким образом, применяя модель единой диагностики, можно оценить качество реализации дополнительной общеобразовательной программы на трех уровнях. На уровне объединения программа оценивает при помощи диагностики педагог. На уровне отдела ее может оценить заведующий, и дальше эти данные передаются. И на уровне учреждения заместитель директора по учебно-воспитательной работе делает общий сводный анализ по всему учреждению. Сейчас мы хотели бы вам предложить такой инструмент, как цифровой отчет педагога дополнительного образования. Мы считаем, что это достаточно универсальный инструмент, поскольку позволяет для руководителя структурного подразделения, для заведующего отдела, он позволяет вести работу как с педагогами, так и с руководителями вышестоящих уровней. Потому что благодаря только одному этому инструменту у заведующего всегда под рукой нужна информация и для того, чтобы оценить деятельность самого педагога, для эффективности деятельности педагога, и для того, чтобы получить данные для всевозможных отчетов. Это и отчет в комитет по образованию, и для самообследования, и для публичного доклада. То есть информация из этого документа, она всегда в нужном месте, всегда под рукой, и она формируется в течение всего учебного года. То есть это не нужно в какие-то сжатые сроки, в режиме какого-то аврала. Все педагоги, когда заняты и итоговыми какими-то отчетами, и диагностиками, и всем, чем только можно, и не нужно в короткие сроки собирать со всех, и срочно всех обзванивать, и торопить, и в каком-то диком режиме все эти цифры пытаться найти. А спокойно в течение всего учебного года каждый педагог этот отчет заполняет в зависимости от того, когда эти данные у него уже готовы. Здесь этот документ, он в форме Excel, и здесь содержится несколько вкладок. Одна из вкладок, вот сейчас мы пройдемся коротко по ним, я коротко поясню. Одна из вкладок касается контингента, и ее уже можно заполнять сразу, как только совершен набор на программу. То есть здесь педагог записывает, собственно, ту программу, которую он ведет, если не одна, то несколько программ. Записывает общую численность учащихся, сколько из них мальчиков, девочек, конкретные возрастные особенности, сколько детей набрано. Также фиксирует, если дети занимаются не только у него, а еще и в других объединениях. И также, если уже получены такие данные на начало года, то на начало года он фиксирует количество различных категорий детей, которые набраны на программу. Ну вот вы видите в ячейках, что это могут быть и дети-сироты, и дети, особенно одаренные дети, иммигранты. И, соответственно, по мере того, по мере реализации учебного процесса также фиксируются дети, которые заняты в учебно-исследовательской деятельности и в социальных проектах. Следующая вкладка — это результативность, которая заполняется по ходу получения каких-то достижений, по ходу участия в различных мероприятиях различного уровня. То есть здесь фиксируется само мероприятие, название по положению, фиксируется количество участников от объединения, которые приняли участие, и результативность этого участия. Можно посмотреть и дальше полистать. То есть эта часть заполняется, как только мероприятие состоялось. И также, когда уже год подходит, ну или год, или полугодие подходит к концу, но также педагог еще сам фиксирует количество участия в различных мероприятиях по уровням, да, всероссийских, городских, районных учреждений и так далее. Достаточно удобно. Следующая вкладка — это воспитательная работа. И здесь мы разграничиваем уровни воспитательной работы, то есть это работа на уровне группы, отделы или учреждения. Вписываются мероприятия, количество участников, место проведения, ну все как обычно, на какой возраст это мероприятие рассчитано. И здесь вы можете добавлять любые графы, любые ячейки по, ну в зависимости от специфики вашего учреждения. Вот вы видите, у нас есть такая ячейка в рамках проспекта талантов, потому что в рамках нашего учреждения существует единая программа воспитания. И для нас важно, сколько учащихся от конкретного объединения поучаствовали именно в рамках этой программы, а сколько учащихся участвует просто в плане воспитательной работы, которая у каждого педагога еще этот план свой. Также для нас важно это мероприятие плановое или внеплановое. Мы тоже это фиксируем, потому что это идет тоже дальше в другие отчеты. Следующая вкладка – это работа с родителями. И здесь очень важно, что мы здесь фиксируем ту работу, которая проводится без участия детей, так как большое количество мероприятий проводится совместных. И чтобы эти мероприятия не были посчитаны дважды, не было какой-то путаницы с этими мероприятиями, то вот работу с родителями мы учитываем в данной вкладке только ту, которая проводится без участия детей. Ну, соответственно, здесь тоже педагог вписывает какие-то мероприятия, с какой целью оно проводится и сколько родителей проучаствовал. Опять же, заполняется по ходу проведения мероприятий. То есть это не обязательно должно заполняться в конце отчетного периода. А вот следующая вкладка как раз заполняется только в строго определенный период, потому что эта вкладка касается диагностики. И здесь вы видите уже знакомую вам карту, которая немножко модифицирована, потому что в ней добавлены вот буковки В, П, И. Это значит входная, промежуточная и итоговая диагностика. Когда я говорю итоговая, это так как итоговой аттестации в дополнительном образовании не существует, то есть под буквой И, вот этот столбец, столбцы зеленого цвета, это диагностика, которая по завершении определенного этапа освоения программы, то есть это в конце года. Соответственно, показатели, которые здесь вбиты, они у каждого педагога свои. И здесь они вот вбиты в качестве примера, и каждый педагог заполняет те показатели, которые есть у него в программе. Следующая вкладка касается методических разработок. Здесь педагог вписывает методические материалы, которые он разработал, для кого эти материалы разработаны, то есть для родителей, для учащихся, для коллег, для педагогов, и дату. И все эти разработки еще фиксируются также в методическом кабинете по установленной форме. Следующая вкладка касается использования ИКТ и средств дистанционной поддержки. Достаточно актуальна сейчас. Здесь вписываются темы программы, по которой были разработаны какие-то материалы, указывается ссылка или название материалов, которые разработаны, а также каким образом эти материалы используются. Возможно, в рамках проведения занятий, либо они используются учащимися самостоятельно. Далее идут вкладки, которые характеризуют уже самого педагога. То есть это повышение квалификации, как плановая, так и внеплановая. Вписываются мероприятия, место проведения, дата и уровень. Также это вкладки, касающиеся выступлений педагога с указанием формы участия, тем выступления, также дат, мест проведения. И также вкладка с публикациями, где указываются названия публикации, уровень, данные, ну и даты. Также есть вкладка о конкурсном движении, где фиксируется участие педагога в различных конкурсных мероприятиях с их результатом, датой места проведения и уровнем конкурса. И последние вкладки, они касаются уже планирования. Вот эти вкладки заполняются в конце учебного года, и педагог здесь фиксирует планы на следующий год, которые он тоже согласовывает с заведующим отделом. Таким образом, при помощи этого инструмента руководитель отдела всегда имеет под рукой нужные данные, которые может использовать в своей работе. Таким образом, с помощью этого инструмента у вас под рукой всегда нужны статистические данные, которые будут иметь свою ценность только после их анализа. То есть вы как руководители, имея такие статистические данные, собранные при помощи этого инструмента, вы анализируете в любом случае каждую из этих позиций и все свои решения принимаете на основе именно аналитической работы, потому что сама по себе статистика, она имеет значение только для голых цифр отчета, но никак не влияет на улучшение качества образовательного процесса. И используя от года в году одни и те же цифровые инструменты, одни и те же методики, у нас появляется возможность сравнения в динамике каких-то позиций, каких-то критериев, и мы можем увидеть улучшение или качественное ухудшение процесса по вполне определенным позициям. Ну что ж, переходим мы сейчас к нашей заключительной части. И если вот окинуть взглядом все то время, которое мы с вами вместе провели в таком дистанционном, но все же диалоге, наверное, имеет смысл так тезисно, кратко подвести небольшие итоги. Значит, какая задача организации в процессе оценивания качества образовательного процесса? Это предоставление учащимся и их родителям возможности получить на их взгляд качественное дополнительное образование. Основные документы, которые регламентируют организацию образовательного процесса, это, безусловно, федеральный закон об образовании номер 273 и приказ Министерства образования 196 и 462. Стоит отметить, что законодательных требований к качеству реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ нет. Основными документами, дающими право на организацию образовательного процесса, являются в учреждении лицензия, устав и дополнительные общеобразовательные программы. Каждое учреждение самостоятельно разрабатывает локальный акт по организации контроля и оценке качества реализации программ. То есть мы вот в течение всего семинара об этом так или иначе упоминали, но сейчас вот просто еще раз, да, поэтому, безусловно, мы ориентируемся на закон, на СанПИНы, на методические рекомендации региональные наши и на наши внутренние локальные акты. Вот, опять же, согласно нашим методическим рекомендациям, каждый педагог в разделе оценочные и методические материалы подбирает свой диагностический инструментарий для отслеживания запланированных результатов, подбирает методики, диагностики, определяет сроки проведения, формы фиксации результатов, критерии, способы обработки описания результатов. То есть вот это в компетенции педагога. Можно поступить, вот, как бы, да, объединить это, как мы поступили, объединить это в некую систему внутри учреждения, зафиксировать тоже локальным актом. Может быть другие варианты, могут быть и другие варианты. Здесь вот, ну, важно, мне кажется, рассчитывать свои силы и понимать, к какому результату мы хотим прийти. И тут, наверное, я остановлюсь теперь, что же оцениваем мы, управленцы, да, руководители структурных подразделений. Безусловно, мы можем оценить условия организации образовательной деятельности. И одним из таких условий является качественная, дополнительная, общеобразовательная, общеразвивающая программа. Вот почему сегодня о ней мы так много и долго говорили. Говоря о качестве, что мы оцениваем, и вот сейчас вы можете вспоминать, да, так все наши таблички, которые мы вам предлагали, так или иначе, там все эти критерии будут. Это степень актуальности, новизны и преимуществ вот конкретной программы в сравнении с ранее созданными программами этой направленности. Информационно-методическое обеспечение программы, то есть все-все-все, все эти современные технологии, соответствие содержания, методов формы организации и характера деятельности, ее целям и задачам. И здесь, безусловно, нам поможет чек-лист, да, потому что, чтобы мы могли это все соотнести быстро и понять, есть ли у нас, не дай бог, расхождения какие-то, чтобы можно было это все привести к единой логике. Так, системный подход к оцениванию результативности реализации программы каждому учащимся. Системный и реалистичный подход, потому что, вот сталкиваясь там с различными программами, с различными, ну, скажем так, моделями, да, вот то, что описано в программе диагностики, и, конечно, много противоречий видишь, и много, ну, вот много очень времени уходит на все те огромные тесты, которые предлагаются, поэтому здесь, конечно, стоит вот, ну, уделить внимание именно качественной оценке предлагаемых педагогами методик, технологий и так далее, посмотреть, вот, ну, насколько, сколько времени вообще это может все занимать и так далее, поэтому вот системность, она здесь, конечно, должна быть у нас, у руководителей, в приоритете, вот. И, безусловно, еще один такой важный пункт, сегодня мы хотя, скажем так, прямую не говорили об обновлении, да, дополнительных программ, но, по сути, это же и будет итогом нашей оценки качества, да, итогом наших потом управленческих решений, это обновление и расширение образовательного процесса, и, безусловно, оно должно идти от самой направленности, от того содержания, которое вот предлагается. Так, качество, мне еще, наверное, хочется остановиться сегодня на качестве образовательного процесса в отделе, поскольку все-таки важно, да, чтобы руководители структурных подразделений, ну, вот как-то для себя нашли тоже здесь много полезного. С точки зрения качества реализации программы, полноценный набор, что мы оцениваем, да, это полноценный набор группы, сохранность контингента по годам обучения, высокие результаты и достижения, наличие условия для сохранения здоровья учащихся, ну, имеется в виду педагогических условий, конечно же, наличие программ разного уровня с длительным сроком обучения, наличие системы преемственности в отделе с позицией непрерывного дополнительного образования, наличие условий для адресной работы с учащимися с особыми потребностями, ну, в том числе, да, мы говорим и об одаренных детях, наличие современных материальных и методических условий для реализации программ. И еще один важный пункт, это все, что мы относим к квалификации педагога, это аттестация, это самообразование, это владение современными технологиями, работа с молодыми специалистами, вот, выступления педагогов, вот, все те мероприятия, которые организованы для обмена опыта и выступления на различных площадках. То есть, ну, я думаю, что практически, ну, как, сама просматривая, да, все те инструменты, которые мы предложили вам, практически все это в них есть. Поэтому сейчас уже, переходя к заданию, мы хотим вам предложить, значит, с точки зрения нашего чек-листа, посмотрите, значит, что вам нужно будет сделать. Вам нужно будет в вашем учреждении открыть ваше положение о программе, о формах аттестации, ну, там длинное название, я так укорачиваю, да, вот, посмотреть, какие требования к вашим программам, вот, может быть, внести их в чек-лист и любую программу оценить с точки зрения вот этого чек-листа, предложенного, да, прямо конкретно по каждому пункту. Это будет такое задание номер один. И задание номер два, значит, вот из тех трех инструментов, которые мы вам предложили, оставшихся, выбрать какой-то один для себя и его адаптировать под свои возможности, под свое учреждение. Вот, опять же, вы можете замиксовать их все три и выбрать какой-то один, выбрать, скажем так, площадку, где это будет у вас в Excel или в Word или в каком-то другом текстовом или табличном редакторе. Наверное, табличном, потому что это удобно, вы можете и диаграммы, потом и графики построить. Вот, поэтому и уже, соответственно, направить тогда куратору курсов, Ольге Владимировне Трошиной. И сроки, я думаю, она вам обозначит, которые это нужно будет сделать. Вот, и мы сейчас переходим уже к обратной связи. Ну, что ж, уважаемые коллеги, вот так достаточно быстро пролетело наше время. Мы сегодня постарались предоставить вам различные инструменты, наверное, для оценивания качества образовательного процесса, которые были бы действительно полезны и удобны в работе руководителя структурного подразделения. Ну, вот, и сейчас уже, наверное, готовы переходить к такому важному этапу, как обратная связь. Вот, вас, также в вашем письме, вот вместе с ссылкой на это видео, там была ссылочка на Google форму, просим вас ответить в течение буквально, ну, сегодняшнего, завтрашнего дня, вот, на вопросы, которые там предоставили. И, опять же, если какие-то у вас будут предложения или вопросы, тоже можете их там зафиксировать. На этом я говорю вам большое спасибо и до свидания. Передаю слово Татьяне Юрьевне. До свидания, дорогие друзья, мы будем рады услышать все ваши пожелания и ваше мнение по поводу нашего сегодняшнего занятия. Всего доброго, до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok